Добрый вечер, Гомель, на Беларусь 4 прямой эфир. Телефон нашей студии 342243 и мы ждем, что вы присоединитесь к сегодняшнему разговору. Вы знаете, вот я так хочу, чтобы лето не кончалось. Вот согласитесь, слова этой такой популярной, известной песни сегодня актуальны, как никогда. На календаре 30 августа. И мы просто с жадностью, я бы сказала, ловим эти последние деньки и, конечно же, мечтаем. Мечтаем продлить эти летние мгновения. Вот как продлить лето? Вот знаете ли вы? Если знаете, позвоните в студию по телефону 342243 или оставьте свое сообщение в Вайбере. Своими советами сегодня поделятся также участники нашего прямого эфира. Кто-то из них частенько летом появлялся на нашем добром вечере, ну а кто-то пришел для того, чтобы рассказать сегодня, каким было это лето для него. Итак, сегодня у нас в гостях музыкант Вячеслав Корса. Всегда рады видеть славу нашей студии. Спасибо, что пришел. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях волонтер Сергей Михайловский. Сергей, спасибо, что нашли время и пришли в эту студию. Конечно же, какая программа без психолога Людмилы Тутыниной. Людмила, добрый вечер. Спасибо, что ты с нами сегодня. Сегодня у нас пока еще в зрительном зале флорист Наталья Гуценкова. Поверьте, совсем скоро она появится в этой студии. Я бы хотела, чтобы мы поприветствовали. Наталья, добрый вечер. Приветствую всех зрителей в этой студии и вас, дорогие друзья. И, конечно же, очень интересно узнать, каким же было лето для вас. Людмила, вот для тебя, например, каким было это лето 2018? Наташа, у меня было просто волшебное лето. Почему? Потому что я взяла своего внука, и мы поехали надолго-надолго к моей мамочке, то бишь к прабабушке моего внука. И было все волшебное, как Алиса в стране чудес, вот так же и мы. Как будто попали в сказку. В один день у нас родился один цыпленок, вылупился. Один-единственный, мы с ним его пестовали. В этот же день родилось трое котят. И пришел соседский голубой кролик. Можешь себе представить? Истинно голубой кролик, который приходит и что-то от тебя требует, чего-то ходит там по двору. Вот смотришь на все это изобилие, на всю эту вот какую-то дружную компанию, да, вот то, что родилось, то, что живет. Ну, это все вот мое лето было. Вот такое было лето. Ну, в принципе, ты успела и отдохнуть, и насладиться не только летом, но и родственниками, которые были рядом с тобой. Было так много разных событий, но почему-то вот этот вот цыпленок, о котором я говорю, да, и вот эти вот котята, этот вот кролик, ну, вот это вот, ну, вот я даже не могу это назвать. Это апогеи вот лета, да, сила какая-то в этом заключена. Ну, вот смотри, Людмила, вот кто-то с радостью предвкушает вот эти осенние дни, эти дождливые дни под зонтиками, кто-то даже зиму уже ждет со своими там снежками, чтобы поиграть в снежки, а вот кому-то в отчаянии хочется кричать «Лето, постой! Лето, не уходи!» Вот мне интересно, ты относишься к какой все-таки категории? Я люблю разное время года, я люблю и лето, и зиму, и осень, мне все нравится, я не отдаю предпочтений ни одному времени года. Но вот, кстати, по поводу того, что люди ностальгируют по лету и говорят, вот уже все закончилось, вот буквально сегодня еду на передачу, расскажу историю. И едет со мной девушка и делится со своей подругой, ну, буквально через весь салон, мы все слышим этот разговор, говорит, вот ли это заканчивается, а я с работы, домой, с дома на работу, и вот целый день. И не заметила ее. Да, я не заметила, и вот сейчас я приду, до полночи буду убираться. Мне, Наташа, так стало как-то вот, ну, не то чтобы жалко, я поворачиваюсь с ней и говорю, миленькая, давайте так, вы сегодня отложите все ваши домашние дела и сядете к телевизору, посмотрите нашу программу «Добрый вечер, Гомель», а мы вам передадим привет. Она спрашивает, вы что, правда передадите привет? Как зовут девушку? Девушку зовут Люба, давайте вот ей сейчас и передадим. Люба, мы передаем вам привет всем в этой студии. Я хочу, чтобы действительно это лето не кончалось, да, и пусть вот эти аплодисменты, может быть, помогут кому-то сохранить хорошее настроение. Спасибо, Люд, за эту историю. Слав, а что значит последний месяц лета для музыканта, вот для тебя, например? Ну вот, кстати, август все-таки такой месяц, в который я себе позволяю уже релакснуть. А, то есть приступаешь к депрессии определенной или к отдыху? Нет, 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 я отдыхаю уже, да. Ты имеешь в виду именно настоящий отдых начинать? Да, я уже, не то что, отдых-то не всегда получается, но получается, что уже какое-то такое, можешь позволять себе много разгильдяйства всякого разного, да, август такой месяц, когда уже можно так расслабиться, где-то что-то отложить, где-то что-то упустить. Не напрягаться. Нет, что-то, да, вот не напрягаться, да. Скажи, каким было это лето для тебя? Ну, успевал ли ты, получилось ли выехать хотя бы за пределы города? Ну, помните, это было в Гайдаевской комедии «Спорт лото 82», там такой момент, когда они в купе ехали, он говорит, ну, а вы-то, Сан Саныч Пугов, киногерои Пугов, едете, наверное, в самый лучший санаторий. Говорит, ошибаетесь, молодой человек, я еду не отдыхать, а работать. Так и у тебя получилось? Ну, получается, что да, что волконоги кормят, нужно постоянно и летом тоже заботиться о том. Вот такая доля музыканта летом, дорогие друзья, гастроли, репетиции, да, сочиняют новые какие-то песни, композиции. Ну, скажи, где вообще успел побывать? Ну, я в основном-то были такие поездки творческие, очень мне запомнилась поездка в Украину, на фестиваль «Голубые озера», это было такое, как-то знянацку, да, вот меня так это вот позвонили, написали в Фейсбуке, вернее, говорят, приезжай. А я даже не готов был, и вот это вот, и как-то так вот все, и рванул, и получил огромное удовольствие, потому что... Ты выступал там? Да, меня пригласили в качестве председателя жюри туда. Вот, и так интересно было то, что они фестиваль... Сейчас, в общем, такая тенденция интересная идет, очень многие бардовские фестивали, они соединяют ее с чем-то еще, вот как потом уже говорить будем еще про один фестиваль, который потом был. Ну, про бард-рыбалку, да, да, да. Вот, ну вот ребята из Чернигово, они совместили свой фестиваль с купальскими празднованиями. Они такую шикарную сделали постановку купальской ночи. Профессиональные танцоры, профессиональные музыканты, фольклорный коллектив какой-то очень заслуженный, очень крутой у них, они сделали вот эту постановку. И я не хотел сначала идти, а мне директор фестиваля говорит, пошли посмотрим. И я вот стоял вот так вот на одном дыхании, они все вот с каким-то таким щенячим восторгом совершенно просмотрел вот это вот все это действие. Это было совершенно потрясающе. Вот такое, видите, лето обычного музыкантов, дорогие друзья. Ну, конечно же, мы не можем не спросить у Вячеслава про бард-рыбалку. Это одно из таких ярких событий этого лета. Вот скажи, как все прошло, что интересного было? Ну, это вообще бард-рыбалка. Я раньше, когда был, ну, вот какое-то время, очень много ездил на Грушинский фестиваль. Это было далеко, я бывал там 20 раз, что для таких расстояний, конечно, очень много. Вот, но в последнее время я перестал туда ездить, и у меня появилась альтернатива, я сам себе придумал фестиваль, можно сказать. Вот, я автор идеи этого фестиваля, ну, могилевчане и меньчане реализовали мою идею. Слава, посмотри, это вот на бард-рыбалке сломил в этом году? Нет, нет, это в понедельник было. А вот на бард-рыбалке. Вот бард-рыбалка. Это мы едем, да, это вот наш звукорежиссер Сережа Стадников из ГЦК. Ну, это не бард-рыбалка. Это лето, это просто лето. Это концерт, кстати, вот, да, концерт был, да. Вот на бард-рыбалке уже, да. Там фотография со спиннингом с концертом. Вот на набережной был концерт какой-то, и мы еще за ночью будешь. Ты понимаешь, ты все успеваешь вот совместить. Вот это бард-рыбалка, да. Это вот бард-рыбалка. Первый раз, когда я эту растяжку увидел, думаю, боже мой, неужели это мое? Кстати, дорогие друзья, вот если вы не попали этим летом на бард-рыбалку, то сильно не переживайте. Вячеслав Корса расскажет, а точнее споет, как это было, если не ошибаюсь, песня, которая сейчас прозвучит, она стала, можно сказать, шлягером на бард-рыбалке. Ну, не о том, как это было, но просто эта песня написана достаточно давно. Мы с Сашей Удовенко, с киевским композитором, которого все знают по сериалу «Сваты», по музыке к сиалу «Сваты». Мы с ним эту песню написали достаточно давно, но она никогда публично не исполнялась. Ну, один раз вот Саша ее пел на концерте в Гомеле, а я ее не пел. И я так думаю, я так ее вспомню, как там это такая... Вот, и я единственный раз ее публично исполнил на бард-рыбалке. Вот давайте, наверное, сейчас попробую. Я, честно говоря... Итак, Вячеслав Корса на «Беларусь-4». Я могу даже где-то что-то там подзабыть. Ну, просто такая свеженькая, как бы свежая для меня, для моего исполнения песня. Па-да-да-па-ба... Па-да-да-па-ба... Па-ба-ба-па-па-па... Мне уже осталось-то всего, Чтоб заказать билет куда-нибудь, Куда еще не знаю я. Я устал от северных снегов. Пусть самолет умчит меня, быть может, где-то там любовь моя Может, мне все кажется, но берусь отважиться Всхожу по трапу в направлении тебя и растворяюсь Как в море парус в безумном небе твоем Солнце и ветер будут в ответе За все, что с нами приключится потом Море и звезды, может, не поздно Мы все узнаем, но не стоит о том О том, что знали заранее Не избежать расставания Но не навечно в жизни беспечной Не потеряться нам так сложно Солнечной пыли подставит крылья Твой долгожданный самолет Ты пойми, я так тебя искал Я в столько лиц глядел, твое средних найти почти отчаялся А сейчас у этих серых скал В глаза твои я наглядеться не могу И в них качаюсь я Кто-то осудить может, как неосторожно мы Спешим друг к другу Не упустить, не упустить Большое чувство, но не безумство Но если так, то пускай Солнце и ветер будут в ответе За все, что с нами приключится потом Мои звезды, может не поздно Мы все успеем, но не стоит о том О том, что знали заранее Не избежать расставания Но не навечно в жизни беспечной Не потеряться нам так сложно В солнечной пыли подставит крылья Твой долгожданный самолет Твой долгожданный самолет Твой долгожданный самолет Дорогие друзья, это прямой эфир, как вы заметили, Вячеслав Корсов За что я люблю прямой эфир, да? Настоящая музыка, настоящие артисты, настоящие ошибки И мы быстро умеем их исправлять Слава, эти аплодисменты тебе, спасибо большое Спасибо Итак, дорогие друзья, сегодня мы пытаемся найти ответ на вопрос Как же остановить лето, а точнее, как его продлить Ждем ваши варианты по телефону 34-22-43 Вы также можете оставить свои сообщения в Вайбере И, конечно же, присоединяйтесь к нам И участвуйте в нашем конкурсе Сегодня мы разыгрываем пригласительные билеты на двоих На выставку, посвященную 150-летию Со дня рождения гомельского архитектора Станислава Шабуневского Дорогие друзья, торопитесь Выставка продлится до 9 сентября Во дворце Румянцевых-Паскевичей Для тех, кто еще не успел насладиться этими поводами Этой выставкой Можете выиграть пригласительные билеты прямо сейчас 34-22-43 Позвоните в студию И продолжите, пожалуйста, пословицу Что летом соберешь? Вот какой у вас вариант ответа Итак, что летом соберешь? 34-22-43 Ждем ваши варианты ответа Звоните, участвуйте в конкурсе Выигрывайте пригласительные билеты Кстати, Слава, у нас есть вопрос От телезрительницы, от Алифтины Она просит рассказать тебя О своем самом экстремальном отдыхе Заранее благодариться Историю интересную А, самый экстремальный отдых у меня был Где-то в конце 90-х годов Я поехал к друзьям в Киев У меня со мной было только в пакетике Сфитер на всякий случай Это был июль месяц Ну и что-то думал Ну, там похова И фотоаппарат Все И паспорт Больше ничего не было Я приехал в Киев к ребятам И они говорят Так, что ж ты к нам приехал? А тогда же сотовых телефонов не было Там трудно было держать Приехал Говорю, терпите Вот Вот я приехал туда Они говорят А ты приехал, а мы уезжаем А ребята, мои друзья Они работали руководителями Детского кружка Туризма Мы уходим в Карпаты В поход И тут, оказывается Заболел один мальчик И билет куплен И куплены продукты И финансирование было Полностью централизовано И меня, значит, отправляют В этот вот В этот поход И 12 дней по Карпатам С рюкзаком В рюкзаке была гитара Со свитером и фотоаппаратом Нет, нет, нет Меня снабдили всем Меня всем снабдили Мне дали снаряжение Дали рюкзак Дали все Дали даже гитару нашли Достаточно неплохую Вот И Но в чем экстрим был? Экстрим был в том, что Этот поход был Полностью Из 12 дней 9 дней Шел проливной дождь Настоящий экстрим Это был проливной дождь Вот Нет, на самом деле Экстримальных было много Много экстримальных было походов Они были все интересные Слав, знаешь Мне кажется, что ты выстроил Свою жизнь таким образом Чтобы максимально Свободно распоряжаться Все-таки своим Свободным временем Если можно так сказать Да, я очень ценю это качество А как часто Ты позволяешь себе выходной И вообще Сколько раз в году отдыхаешь Отпуск Позволяешь Как? Ну, в общем Я стараюсь Вообще по жизни Своё расписание Делать таким образом Чтобы у меня Всё время была какая-то Не только что форточка С форточками не получается Но я распределяю Свои дела Таким образом Чтобы я переключался Потому что я и преподаю Вот я обучаю Игра на гитаре, например Да Я делаю аранжировки Я там выступаю Я стараюсь Постоянно менять Чтобы вот Занятий Не было долго Значит, я позанимался Потом пошёл в студию Сижу там, что-то колдую Потом там где-то ещё что То есть Я Самый главный отдых у меня Это смена деятельности Вот так получается Но август для тебя Это довольно грустный Август Так как бы вот были годы Когда я чувствовал В августе Вот этот депрессия Придосенний тогда Но я потом перестал это ощущать А почему перестал ощущать? Потому что Во-первых, всё-таки Приходящая осень Это время Когда начинаются Всякие интересные Творческие проекты И ждёшь Когда уже Вот скорее бы Вот у меня сейчас Работа потрясающая Я сейчас работаю Над альбомом Одного американского музыканта Расскажи Вот И вот И мы уже начали работу Ещё летом А летом как бы не пошло И вот ждём Осенью Сентября Чтобы уже вплотную Включиться В работу Вот над аранжировками Вот целого альбома Вот И я вот уже жду Уже скорее бы уже Вот сейчас ещё Две рыбалочки Там вот Ещё там У меня день рождения Третьего числа Да посмотрите, дорогие друзья Он ждёт, когда закончится лето Я бы даже сказала На самом деле На самом деле Это отмазка такая Но с другой стороны Лето на самом деле У нас заканчивается Гораздо позже Всё-таки лето У нас заканчивается В сентябре В конце У нас лето Мы климатически находимся Очень удобно В ноябре У нас начинается лето В мае В конце апреля Начинается лето И заканчивается Оно где-то в октябре месяце Поэтому Вот скажем так На родине Людмилы Там по-другому всё Там у них А у них там осени нет У них там лето и зима И маленькие промежутки Между ними В виде осени и весны Это в Сибири Дорогие друзья У нас есть телефонный звонок Мы должны прерваться И послушать телезрителей Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте с вами познакомимся Здравствуйте Здравствуйте Наталья Наталья Скажите пожалуйста Вы грустите что лето заканчивается Или наоборот У вас какие-то планы Наоборот Лето будет продлеваться До самой пенсии Аплодисменты для вас Да Ну хороший рецепт Спасибо Лето устроилось на работу Мы вас поздравляем Вы знаете Очень интересно Готовы ли вы поучаствовать В нашем конкурсе Ну да попробуем Давайте напомним Для наших зрителей Что это был за вопрос Надо просто продолжить пословицу Что летом соберешь Так зимой проведешь Что летом соберешь Так зимой проведешь Это неправильный ответ Наталья Ну я так думаю Насчет консервации Что летом закатаешь А насчет консервации Вы имеете Ну да Так может быть Как-то по-другому продлить Консервация Зимой уже это лето Как говорится Вспоминается Ну в принципе Вы правильно Ответили Что летом соберешь Что зимой На столе найдешь В принципе По сути правильно Я думаю Никто не будет возражать Если пригласительные билеты На выставку Достанутся вам И эти аплодисменты тоже Спасибо большое Спасибо большое за звонок Дорогие друзья Мы продолжаем прямой эфир Людмила Вот смотри Если человек Совершенно не настроен На вот осеннюю романтику И провожает Август со слезами на глазах Вот что делать Есть какие-то Например простые Какие-то может быть Очень общедоступные способы Вот как продлить лето Как сделать осень яркой Там незабываемой Ну вот у меня Есть одна идея Я над этим размышляла Почему? Потому что многие люди Испытывают именно депрессию Да Ну вот хотите я напишу Кстати для того чтобы Давайте поддержим Пока Людмила Собирается смысл Да Пояснить вот этот вот момент Да Я взяла с собой лупу Сейчас объясню для чего Вопрос Как продлить лето Лето невозможно продлить Мы же это все понимаем Да Но возможно продлить эмоцию Эмоцию И что это за эмоция Вообще люди проживают Очень часто В очень таких ярких Переживаниях Двух переживаниях Да Люди пребывают Или в состоянии Изобилия Да Радости Да Там восторга Или в состоянии Тотального дефицита Вот люди которые Пребывают в состоянии Тотального дефицита Им все время чего-то Не хватает В пятницу они грустят Что уже пятница В воскресенье Что уже воскресенье В понедельник Уже понедельник Очень многие сейчас Да Им все время чего-то Не хватает Это называется Состояние тотального дефицита Для чего взяла лупу Вот мы должны, чтобы продлить ощущение лета, да, а что такое ощущение лета? Вот Слайк рассказывал, да, и была такая заставочка, картинка, да, изобилие, да, всего изобилия, цветы, фрукты, овощи, люди, загорелые, красивые, сам Славка такой красивый, загорелый, Наталья такая красивая, да, я прибодрилась, пришла на этот эфир, да, посмотрите, какие мы все праздничные. Вот мы сейчас формируем эту эмоцию, эмоцию изобилия и радости, посмотрите, сколько у нас всего даже в студии красивых элементов, для этого нужно развить особый взгляд на жизнь, для этого нужна лупа, то есть видеть вот эти мелочи. Это междуобразная лупа. Образная, конечно же, но для этого, вот чтобы все запомнили, да, вот я вот, как продлить лето. Мы слово лето можем увеличить сейчас через луку. Мы можем лето, но лучше всего я напишу слово, слово, изобилие, ощущение изобилия. Вот сейчас хочу, знаете, что еще сказать? Наша Беларусь, мы такие все здесь богатые, мы просто этого недопонимаем. Вот посмотрите, ведь нас такое небольшое количество людей живет на такой огромной территории. Сколько у нас леса, сколько у нас рек. А сколько яблок у нас. Боже мой, я сегодня ходила, я сегодня гуляла на Волотовское озеро. Вы знаете, сколько у нас рыбы. Плавают караси, щуки, еще какие-то там карпы, представляете, на маленьком городском озере. И вокруг такая благодать, все так красиво. Изобилие. Вот это вот и есть взгляд изобилия. То есть формировать его. И когда вы будете формировать себе это ощущение, что мы живем в изобилии, на самом деле это так. И тогда вам не будет страшна ни осень, вы будете видеть вот именно это изобилие. И зима не будет страшна. Уловили? Но другое слово, я зачеркиваю, дефицит. Давайте от него будем избавляться. Дефицит. Есть такое слово? Есть такое слово. Вот я вот так перечеркиваю. Вот, изобилие. Нарисую такое сердечко. Яблочко нарисую. Что еще нарисовать? То есть всего побольше. И хороших эмоций тоже. Птиц нарисую. Цветочки какие-то там. Вкусняшки нарисую. Людей нарисую. Людмила, ты считаешь, чтобы продлить лето, мы должны окружить себя в изобилии какими-то вещами, которые о нем напоминают? Но не только окружить. Мы должны их видеть. Мы уже именно окружены. Вот сейчас, смотри, вот мы в студии. Мы должны там чем-то себя окружать. Мы уже окружены. Надо просто это увидеть. Увидеть красное, оранжевое, желтое, зеленое. И вот все это внутри преломить как-то вот в ощущении радости. Вот Слава сидит. Можно его потрогать? Да, ощущение радости. Он с гитарой, с песней. Здорово. Спасибо, Людмила. Спасибо тебе за эти советы. Дорогие друзья, есть очень интересное сообщение от наших зрителей. Например, о том, как продлить лето. Анна сообщает, что она будет скучать по путешествиям. И поэтому уже сейчас планирует зимний отдых. Кстати, неплохой вариант. А Владимир сообщает, что лето пахнет отпуском и шашлыками. Но в принципе считает, что все это можно повторить и осенью. Людмила, как настроиться на работу после отпуска? Есть какие-то у тебя общие рекомендации? Мне кажется, это одна из тех грустных историй, которые заставляют нас жалеть, что лето проходит и заканчивается. Во-первых, я бы хотела сказать по поводу того, что когда люди возвращаются на нелюбимую работу, тогда это грустная история. Но сразу возникает вопрос, а зачем работать на нелюбимой работе? Не пора ли поменять такую работу? Если людям нравится их работа, они возвращаются с огромным, знаете, с предвкушением. А как там мои? Какие-то привозят сувениры, подарки. Эта встреча всегда очень приятно. Но если вы не хотите идти на работу, значит, это очень тревожный сигнал. Любите ли вы свою работу? Нужна ли вам такая работа? Или это тут совершенно ни при чем? Или это тут совершенно ни при чем? А вообще, есть такая вот идея, что возвращайтесь, но чтобы не так резко, что вот сегодня вы вернулись в какое-то путешествие, завтра на работу. Ну дайте хотя бы 2-3 дня себе прогуляться по гомбе, привыкнуть к этому. Да, наверное, как-то так. Ну, а вообще вот август, это вы знаете, дорогие друзья, как вечер воскресенья. Ну грустно, Наташа. Нет, вроде бы и еще лето, но все-таки осень уже на пороге. И вот ты знаешь, вот в интернете полно советов о том, как все-таки не впасть в эту осеннюю депрессию, как продлить летнее настроение. И большинство из этих советов говорят об отпуске в сентябре. Как тебе вот такой вот вариант продлить вот это счастливое летое? Наташа, не в бровь, а в глаз, что называется, попало. Я обожаю сентябрь и обожаю именно в сентябре отправляться в путешествия. Самые лучшие мои путешествия – это сентябрьские. И очень скоро. Ты туда планируешь отправиться? Да, я туда планирую отправиться. Вот такие замечательные советы, да, сегодня дает нам Людмила Тутынина. Спасибо вам за телефонные звонки. Сразу после рекламы вас ждет еще много чего интересного на сегодняшнем добром вечере. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не так закат горит. Листва не так густа. Так осень говорит устами августа. АПЛОДИСМЕНТЫ И носят стаи птиц многоголосия. И небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час спустились с облака. На яблони выспас вкусили яблока. АПЛОДИСМЕНТЫ И каждый повторял, как плоть твоя вкусна. И Бог нас потерял в объятьях августа. И были на земле такие сумерки. Мы плавали во мгле, как будто умерли. А звезды в том году созрели неплохи. И падали в саду совсем как яблоки. И я кричал, лови, лови, пожалуйста. Желания твои во власти августа. На яблони выспас, что не попросим мы. Господь глядит на нас глазами осени. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, Вячеслав Курсов на «Беларусь 4». Слава, спасибо. Так совершенно прониклось. Это песня замечательного классика, современного классика авторской песни Юрия Львовича Лореса. Автора из города Москвы. Вот. Это не просто вот. Я до сих пор не могу говорить. Спасибо тебе большое, Слава. АПЛОДИСМЕНТЫ И все-таки, да, август, это август, осень, падают листья. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Листья какого дерева в Беларуси желтеют? Одними из первых. 34, 22, 43. Если вы назовете, если вы ответите правильно, получите пригласительный билет на выставку «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Кстати, хочу обратить внимание, что эта выставка проходит еще несколько дней, буквально до 2 сентября во дворце Румянцевых Паскевичей. Если вы не успели ее посетить, вот, соберитесь в эти чудные еще поколетние деньки и сходите во дворец Румянцевых Паскевичей. Итак, листья какого дерева в Беларуси желтеют? Одними из первых. Ваши варианты мы ждем по телефону 34, 22, 43. Звоните, рассказывайте заодно о том, как вы провели это лето. Слава, вот мне интересно, вот если я попрошу тебя назвать три вещи, с которыми у тебя ассоциируется август, вот что ты назовешь? Очень любопытно. Арбуз. Так. Быстрее, быстрее. Вот какие такие кулинарные штуки? Так, быстрее, что еще? Кукуруза. Так, и? И рыбалка на леща. Слушайте, ну одна еда в голове у музыкантов. Нет, рыбалка на леща совершенно к еде. Это приключение, романтика? Нет, я рыбу не ем, поэтому это как бы... А, то есть это... Я только ловлю ее, да. Ну, итак, у тебя это арбуз, кукуруза и рыбалка на леща. Да. Скажи, я все-таки все равно была уверена, что ты обязательно назовешь шашлык на даче, летние посиделки. Я очень мало ем мяса, поэтому... А есть какое-то летнее блюдо, вот которое ты готовишь исключительно сам и обязательно, скажем так, называешь его летним? Ну, мы с семьей вообще все лето едим овощи, очень много овощей. И мы как бы уже как-то... Сложился какой-то такой рецепт очень простого салата, очень простого салата, на мой взгляд, очень простого. Но он у нас, он такой, как ежедневное, постоянное блюдо вот в течение всего лета. Дорогие друзья, добрый вечер продолжается. В течение года всего лета. Вячеслав Курсо снимает гитару, а значит, будет готовить салат под ваши бурные аплодисменты. Спешу заметить, что такого еще у нас не было. Слава обычно поет, шутит, но еще никогда, никогда он не показывал свои кулинарные способности. Это сказалось, наверное, в моем знакомстве с Болисом Бурдой. Мы с ним однажды готовили цыпленка по-красикански на бар дрыбалки. Поэтому у тебя, в принципе, кулинарить – это твое хобби? Ну, да. Скажи, какие главные ингредиенты летнего салата ты предлагаешь? Ну, значит, в первую очередь, это овощи, это помидоры, желательно разноцветные, вот, чтобы были оранжевые, красные, перец сладкий. Обязательно много зелени. Зелени как можно разной. Петрушка, укроп, базилик, синий базилик, зеленый. Рукола. Побольше цветов самых разных. Да, рукола. Обязательно сыр. Вот, творожный сыр. Ну, как барсольный сыр, да. Мне кажется, ты один не справишься сейчас с этим салатом в рамках нашей передачи. Да, я без психолога не обойдусь. Людочка, помоги, пожалуйста, с вами. На самом деле это тоже исключительный случай. Главное сыр поднять кубиками, такими, по 5-7 миллиметров, и обязательно перед каждым резанием ножек, чтобы нож был влажный. Людмил, смотришься? Иначе он просто будет, ну... Я буду очень стараться. Трудно его. Вот. Да, мы можем выступать, да? Да, конечно, под общие аплодисменты. Итак, мы будем периодически повторять рецепт на экране. Дорогие друзья, вы сможете записать все ингредиенты. Я хочу обратить внимание, что сегодня на добром вечере салат, который мы можем назвать там «Лето не уходи», «Лето оставайся», да? Не-не-не, Наташа, давай вот слово «изобилие». Пусть сегодня вот звучит эта эмоция. О, летнее изобилие. Летнее изобилие. Вот так назовем сегодняшний салат. Да, так вот, дорогие друзья, вот это летнее изобилие сегодня впервые в нашей студии готовит музыкант Вячеслав Корса и психолог Людмила Тутынина. Мне кажется, это начало какого-то интереснейшего дуэта, может быть, даже кулинарного. Вы согласны со мной, дорогие друзья? Вот мне интересно, Слава, кроме вот этого творога, что еще в этом волшебном... А, еще вот семя льна обязательно. А, семя льна для заправки, наверное. Да, руккола обязательно, да, я сказал. Ну и масло растительное. Разные масла бывают, в зависимости от того, какое есть. Я, например, ну, как бы стандартно подсолнечное, так можно оливковое. Очень хорошо масло идет, которое нерафинированное. Льняное масло, я бывает добавляю льняного масла. Мы очень много дома употребляем льняного масла, особенно вот, если какие-то каши, там, гречка, например, то есть перловку... Ну, для многих оно горчит, а ты... Нет, а разные есть, нужно знать, что покупать. То есть надо знать, что покупать. Славик, посмотри, оно так? Да. Только не забывай макать. Я не забываю. Ты понимаешь, надо обязательно нож окунать в воду. Это самый главный секрет этого рецепта, дорогие друзья, тоже запомните, кстати. А, у нас все плохо размешивается, слипается потом. Ага, хорошо, хорошо. Значит, я так понимаю, что в этом салате, да, летнем, должно быть что-то с яркими красками разноцветное. Красный перец, красный помидор, желтый помидор, обязательно много-много зелени. Слав, слушай, а ты когда вот готовишь, ты поешь или подпеваешь? Нет, это пол Маккартни только. Я лишнюю все готовить и писать песни естеды. То есть у тебя так не получается, нет? Нет. Хорошо, скажи. Я очень однополосной, если что-то делаю, но очень трудно. А вообще, часто готовишь, любишь это делать? Да, я постоянно. И вот я салатики, ну и дома вообще у нас как-то вот такое. Готовка это больше мое дело. Мы с женой оба творческие. Но у нее есть свои какие-то фишки, у меня свои. Ну вот в основном мои фишки, это всякие такие салатики. Ты знаешь, тебе сегодня удалось такое невозможное. Ты заставил Людмилу очень, во-первых, скрупулезно. В прямом эфире. В прямом эфире. Очень мелко. Нарезать сольный сыр. Нарезать сыр. Так, два ингредиента уже есть. Это помидоры, это творожный сыр. Сейчас я сейчас еще вот перчат. Люда, кстати, мне вот очень интересно. У тебя есть какой-то свой фирменный, может быть, рецепт, допустим, вот какого-то летнего блюда августа, которое помогает тебе, да, скажем так, наслаждаться летом? Я люблю печь пироги, да, и я очень люблю пиццы такие летние. Вот на летнюю пиццу вот все, что здесь есть, да, можно подтушить на сковородочке и выложить как начиночку. И будет очень вкусно. Ну, кроме, конечно же, рассольного того сыра, лучше посыпать обыкновенным сыром. Мне очень нравится. Пицца получается такая изобильная, да, такая яркая, праздничная, красочная, да. Ее даже есть не захочется, это будет произведение искусств. Вообще мы здесь занимаемся творением вот такой, красивое слово еще придумала. Людмила, у тебя рукола на подходе, а у нас, дорогие друзья, продолжение прямого эфира. И пока Людмила и Вячеслав готовят летний салат, давайте поговорим о том, как этим летом отдыхает наша молодежь. О самых интересных проектах прямо сейчас в прямом эфире. Этим летом молодежь Гомельщины, как всегда, активно работала и не менее активно отдыхала. Летняя атмосфера этому способствовала. Кто-то трудился в студенческих отрядах, кто-то по зернышку собирал урожай на полях, а кто-то заботился об отдыхе горожан. Например, на пляжах Гомель, особенно в Советском районе, этим знойным летом можно было встретить молодых людей, которые раздавали листовки отдыхающим. Так летний патруль БРСМ информировал о правилах поведения на водоемах. Настоящей молодежной стройкой стала реконструкция Гомельской областной детской больницы. Более 400 активистов БРСМ все лето помогали восстанавливать этот социально значимый объект. Удачно выдалось летой на спортивные достижения. Гомельская делегация БРСМ успешно выступила на республиканском спортивном фестивале «Олимпия». Фестиваль ежегодно собирает в Минской области работающую молодежь со всей страны, чтобы выявить самых сильных и выносливых. Активную деятельность развернули этим летом и молодые волонтеры. В рамках акции «В школу с добрым сердцем» уже собрали почти 260 портфелей для школьников. В общем, все лето наша молодежь активно трудилась, соревновалась и, конечно же, отдыхала. Показательным в этом смысле стал День молодежи, который этим летом прошел в Гомеле с особым размахом. День молодежи, который стал День молодежи, все-таки сделает лето ярким и запоминающимся. Для детей с ограниченными возможностями помогают наши гомельские волонтеры. Сегодня у нас в гостях Сергей, руководитель такого, скажем, волонтерского отряда «Открытые сердца». Сергей, аплодисменты вам и всему вашему отряду. Дело в том, что я знаю, что это лето было для вас насыщенным. Вы сделали действительно очень много нужных, полезных, очень интересных дел. Не каждый на это способен. Скажите подробнее, расскажите, чем вообще занимался ваш отряд этим летом? Ну, в этом году мы решили посвятить весь этот год детям с ограниченными возможностями. И были проведены для них фотосессии. На 15-летие мы пригласили их в игру с садьбой «Гриновых фруктов». На наше 15-летие нашего волонтерского отряда. Где вместе с этими детьми были дети волонтеров. И разницы между ними не видно. Дети вместе игрались, играли с аниматорами, бегали. Участвовали во всех играх этих. Также мы проводили футбольный матч. Спасибо ребятам из «Гомеля», которые согласились и провели для этих же детей ограниченные возможности на такой красивый матч. А вообще, скажите спасибо. У вас есть такая возможность. Кому бы вы хотели поблагодарить, действительно. Это там всех, ребят. Ну, Меркулова, тренера, и Александра Кульча, второго тренера «Гомеля». Спасибо вам, ребята, большое, огромное. Надеюсь, это не последняя акция наша совместная. А вообще, скажите, Сергей, что показали эти мероприятия? Насколько вот наше общество готово сегодня считаться с проблемами детей и вообще людей с ограниченными возможностями и помогать им, что самое важное? Вот сталкивались ли вы с каким-то непониманием? Нет, такого не было. Куда бы мы ни обращались, либо в администрацию нашего железнодорожного района, либо в администрацию нашего предприятия. Нет. Такого мы не... Вот даже у нас случай был. Мы хотели сделать фотосессию. Вот самую первую фотосессию в республике. Фотосессия, которая была изначально, это сделали мы. Мы самые первые. То есть вы фотографируете детей. Кто все это сделал, да. И получается, что мы обратились к фотографу. Девочка, как только узнала, что это для детей с ограниченными возможностями, она сама выкупила фотостудию и сделала для них фотографии. Это так красиво, вот согласитесь, когда каждый ребенок, независимо от состояния здоровья... И я еще хочу добавить, что девочка не только провела эту первую фотосессию, она еще провела одну, по-моему, в парке или где, и еще планируется тоже. Девочки, имя есть какой-нибудь? Да, Ксения Брянь. Это девочка еще запланировала фотосессию, ну, по осени. Как только опадут листья для детей и колясочников, кстати. Ну, это здорово, когда вот такие даже детки могут почувствовать себя звездами, героями. Скажем так, ну, жить такой же жизнью, ну, с большего, конечно же. Скажите, хватает ли вам сегодня волонтеров, все-таки учитывая, что в последние годы вот благотворительная сфера на Гомельщине очень активно развивается? Ну, давайте исходить с того, что вместе с нами не только наш волонтерский отряд проводит акции, проводит 45-я школа, 54-я, проводит 9-я, 12-я, также проводит Янтарь, это автомеханического колледжа, волонтерский отряд. Все это вместе делается. То есть волонтеров хватает сегодня, как вы считаете? Волонтеров, да. Ну, как хватает. Это мы людям, к которым мы обращаемся, которые нам не откажут, понимаете? В том деле, что у нас получается производство, и все ребята смогут выйти, когда положено, на акцию. И мы обращаемся. Сергей, вот в этом году вашему отряду уже исполнилось 15 лет. Мы вас поздравляем. Спасибо. Пусть даже с опозданием, да, но эти поздравления для вас. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, изменился сегодня вот портрет добровольца вот за эти годы? Скажем, волонтера-добровольца, да. Допустим, если я возьму, исходя из себя, то за эти 15 лет я женился, у меня два ребенка, мальчик и мальчик. Вот и мой портрет все. А как все осталось по-прежнему. То есть добро, оно в принципе написано на лице, вы хотите это сказать, да? Да, добро, оно остается в сердце всегда. А на что бы вы обратили внимание людей, которые, может быть, вот раздумывают, вот стать волонтером, что бы вот вы им посоветовали в такой ситуации? Но пока я в чего-то их настораживаю. Тоже у нас был такой случай. Позвонила, обратила женщина к нам. Говорит, как мы можем помочь? Ну, мы говорим, приходите к нам на акцию, посмотрите, как, что, чего мы делаем. И потом, когда вы все это увидите, вы просто сами поймете, что вы можете внести. Вы не сможете не прийти, да? Она приехала. Говорит, если что потом у вас намечается, вы сразу говорите, я тоже что-нибудь детям этим подарю. Вот и все. Спасибо. А вот конец августа, это все-таки время, когда дети, когда родители собираются в школу, но у многих детей, к сожалению, нет возможности позволить себе все необходимое для учебы. Как ваш отряд, я знаю, что вы помогаете, расскажите, как ваш отряд помогает вот мальчишкам, девчонкам, гомельским подготовиться к учебному, к новому учебному году? 27-го числа этого месяца, августа, вместе с Ассоциацией детей-инвалидов, молодых инвалидов с ДЦП и спинномозговыми патологиями мы провели акцию, совместную акцию по вручению портфелей. Было выдано 16 портфелей детям с ограниченными возможностями, первоклассникам. То есть вы собирали ручки какие-то, да, вот у людей? Или как это все происходило? Да, там собирала и ассоциации, и свой вклад внесли наши. Вместе с руководством завода, с работниками завода, мы тоже подарили три портфеля детям. То есть вот эта акция «Собери портфель к школе», это все, вы тоже участвовали? Да, это мы все дали уже первоклассникам. Эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, действительно, заканчиваются летние каникулы. Людмила, приятного аппетита. Ты обязательно попробуй, да, чем мы будем сейчас угощать наших зрителей. Ну что ж, заканчиваются летние каникулы, начинается школа. Люда, согласись, это стресс для всей семьи. И как грамотно ты посоветуешь выйти из летних каникул и окунуться вот в эти школьные будни? Да, здесь проблема в чем? Дети не стрессуют. В стрессе пребывают родители. Для многих 1 сентября – это чуть ли не день траура. Вот очень такая вот… И сейчас вот если заглянете в соцсети, да, ой, вот 1 сентября как… А дети, они очень просто относятся к этому дню. Во-первых, они идут в школу, где встретятся со своими друзьями, правда? И детей нужно так и настраивать, как здорово, да, что мы идем в школу, что там будут твои друзья. То есть не надо нагнетать обстановку по поводу того, что можем ли мы тебя вот отправить в школу, если у нас там чего-то там или чего-то не хватает. Опять же мы говорим, или дефициты, или изобилие. Нужно понимать, что мы пребываем в состоянии изобилия, даже если у нас нет, у нас есть, да, общество рядом, там есть люди добрые и так далее, и так далее. Не надо нагнетать обстановку, нужно, наоборот, ее разрешать. И чтобы 1 сентября было действительно днем чего? Радости, радостных улыбок, да, красивых деток, в общем-то, достаточно приятных, улыбчивых учителей, правда? Дорогие друзья, кстати, неплохо, если вы попробуете приготовить салат по нашему рецепту, как раз-таки 1 сентября, почему бы нет? Нет, я смотрю, салат уже, ребята, у вас готов. Да, хоть сколько вымешать нужно. Так, давайте мы заканчиваем готовить салат, уже хочется очень его попробовать. Мы добавили все ингредиенты, я попрошу еще раз показать режиссера рецепт, да, что же сюда входит. Соль, масло. Такие-то убираем, да? Семечки мы добавили, да? Да, льняное семя. Льняное семя. Ну да, вроде чего. Я вот думаю, что его должен кто-то попробовать, и, наверное, Люда, как ты думаешь, кто будет этим смельчаком? Нам нужно сначала его найти. Мужчина? Да. Опять волонтер? Да, волонтер. Теоретически Сергей. Доброволец. Сергей, подбурные аплодисменты. Я столько не съем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот потерпите, пожалуйста, мы сейчас еще дело-то вымешаем. Вот. Сергей, вы, ну, боитесь есть салат, приготовленный музыкантом и психологом? Особенно психологом. Почему? Вам кажется, что... Несовместимые вещи. А мне кажется, она наоборот должна была там все рассчитать, и сейчас таким вот изобилием и настроением. Не знаю, скажу вам попозже. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, вот такие вот яркие летние овощи... Ешьте на здоровье. Конечно. Да, украсит любой летний день. Сергей, приятного аппетита. Спасибо. Яркие летние овощи, все-таки, действительно, согласитесь, они так же мимолетные, как лето. Не успеешь оглянуться, сезон уже прошел. Сергей, вам вкусно? Да, пока. Ну что ж, эти аплодисменты и для вас, и для наших кулинаров. Дорогие друзья, успеете и вы насладиться ярким, сочным вкусом, вот таким вкусным салатом лета от Вячеслава Корса. Вы приготовьте это аппетитное блюдо по нашему рецепту, соберитесь за большим столом всей семьей и, наверное, вспомните самые яркие моменты этого лета. После рекламы мы расскажем, как с помощью цветов продлить эти солнечные летние деньки. Дорогие друзья, вот как продлить лето? Современные дизайнеры предлагают создать себе вечное лето в городской квартире. Ну, например, взять и подвесить на балконе гамак, поставить в угол такое что-нибудь пальмообразное, ну, а для полного погружения в лето можно даже записать шум прибоя и слушать его, раскачиваясь в гамаке. На самом деле, вернуть лето можно, если дома всегда будут свежие цветы, так утверждает флорист Наталья Гуценкова, которая сегодня у нас в гостях. Давайте попросим ее присоединиться к нашей беседе. Наталья, добрый вечер. Очень рада, что наконец-то ты появилась здесь, такая вся цветущая, как весь сам август. Ты знаешь, у известной поэтессы Марины Цветаевой август связан с астрами, яблоками и звездами. А у тебя? Ну, наверное, все-таки не совсем со звездами. Я, наверное, слишком занятой человек, чтобы наблюдать звезды. Но все-таки яблоки, да, цветы. Меня вообще в жизни всегда окружают цветы. Наверное, это мой секрет про длиние лета, потому что оно в моей жизни длится круглый год. Ведь я согласна с психологом. Лето — это не самая пора года, это эмоции. И эмоции мы себе можем эти создать, ну, в любое время года. Ты счастливый человек, да, ты целый год с цветами. А хорошо. Цветотерапия, ароматерапия. А вот фавориты августа, какие цветы расскажи нам? Ну, если говорить о сезонных цветах, ну, вот я как раз их собрала здесь. Это цинии, это георгины, это сейчас вот очень у нас как бы популярная статица сухоцвет, так, астрочки, конечно же, и гладиолус. Вот, ну, опять же, георгины у меня разные. Наталья, какую композицию ты предлагаешь для вот этих вот прекрасных солнечных дней, которые помогут нам сохранить вот в букете лета? Ну, я решила сделать так. Одну я сделала интерьерную, яркую, для тех людей, кто вот именно любит и воспринимает яркие краски. А другие, другое, решила я сделать более спокойной и нежной. Вот. И сейчас я буду делать ее. Поддержим, Наталья. В принципе, я так понимаю, что такой букет может сделать каждый. Учитывая, что скоро 1 сентября. Да, можно, да. И вот такой букетик, дорогие друзья, да, смотрите внимательно. Для этого нужна сеточка, я вижу, да? Ну, я пользуюсь каркасиком в таком случае. Он, букетик, выходит пышнее и красивее. Ты уже как-то рассказывала нам в эфире, что этот каркас... Да, из проволочки. Проволочка флористическая, она продается. Ну, не продается, в магазине использует. Можно, в принципе, у кого-то договориться и купить. Вот. Если придете ко мне, я вас так угощу. Итак, на этот каркас мы надеваем просто... Вставляем дырочки в отверстие букетик. Ну, в букетик, создаем букетик, вставляем цветочки. Основные, которые вставляют нашу основную каркас? Да, я чередую их просто, чтобы они были все вот, ну, как бы, в перемешечку. А как ты считаешь, вот как украсить дом цветами, чтобы вот... Где лучше их поставить, чтобы вот продлить это очарование? А я думаю, чтобы продлить очарование, их нужно поставить везде. Но, поскольку мы, в принципе, люди занятые, ну, наверное, в зависимости от того, где вы больше находитесь. Если вы больше проводите время, ну, то есть... Какое у нас время? Ну, то есть мы там после работы пришли, правильно, сколько у нас того времени. Если вы больше времени проводите на кухне, конечно же, лучше-то на кухне. Если где-то вы, ну, можете себе позволить немножко отдохнуть, там, в спальне, в гостиной, то можно так. Ну, для приема гостей можно, конечно же, в гостиной оставить букеты. Ну что ж, пока Наталья делает букет, мы послушаем телефонный звонок. Наверное, это телезритель, который хочет поучаствовать в нашем конкурсе. Дорогие друзья, напомню вопрос конкурса. «Листья какого дерева в Беларуси желтеют одними из первых». Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Мария. Мария, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, листья какого дерева желтеют одними из первых? Ну, может быть, я, конечно, и не права, но мне кажется, вот как осенью, когда смотрят... Ну, вот у вас под окном, под окном у вас есть деревья какие-то? Что, вот дерево береза, мне кажется, что оно самое первое у меня во дворе и желтеет. Ну, у нас было три варианта на всякий случай, правильно. Это береза, затем идет липа и вяз. Аплодисменты для нашей зрительнике. Спасибо большое. Вот эти пригласительные билеты на выставку «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Выставка проходит в 20 румянцевых Паскевичей. Продлится она до 2 сентября. Эти билеты ваши и эти аплодисменты тоже. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то рецепт, как продлить лето? Наш телезритель уже отключился. Наверное, готовится приехать за пригласительными билетами. Дорогие друзья, напоминаю, что вот у нас сейчас сформируется очень красивый, такой вот летний-осенний букет. Уже практически все завершается. Это не все простое. Мне очень нравится, знаете, в этом букете простота. Настоящая природная простота. Люда, вот посмотри. Это цветы, которые можно найти в любом палисаднике сегодня. Наташа, а вот смотри. Вот ты сейчас у всех спрашиваешь, у зрителей, у нас, ну как продлить лето, как продлить лето? Да давай вот мы сейчас вместе со Славой, да, Сергеем, спросим у тебя. Наташа, как ты собираешься продлевать лето? Дорогие друзья, я наслаждаюсь каждым днем этого лета, и мне кажется, что оно не закончится никогда. Аплодисменты. Наталья, скажи, пожалуйста, а вот как сохранить такой букет подольше? Ну, конечно, такие цветочки, они немножко сложны. Чаще менять водичку нужно, это первое в вазочке. Добавлять все так же дезинфицирующее средство какое-нибудь, которое мы пользуемся на кухне, моем посуду, либо дезинфицируем, ну там, ванную и всякие места. Чтобы убивать всяческие микроби. Да, они, ну, предотвращают, эти средства предотвращают образование бактерий, и тогда у вас ножки будут более плотные у цветочков, и будет что подрезать, чтобы, то есть когда есть что подрезать, когда ножка плотная, тогда питание идет к головам. И если к головам идет питание, соответственно, цветочки будут стоять. А если ножка начинает, ну, такое, становиться слизкой и мягкой, пить ей цветочку нечем. Вот. Скажи, Наташа, каким было это лето для тебя? Жарким. А, жарким? Видите, как я загорела и никуда не ездила. Никуда не успела съездить? Никуда. Ну ничего, вот Людмила утверждает, что осень – отличное время для того, чтобы отдохнуть. А есть ли у тебя какой-то секрет, как продлить лето? Ну, я же говорю, что у меня просто оно само по себе, лето – это эмоции. Летние эмоции – это приятные эмоции. И неважно, в какое время года они будут. Лето – это состояние души. Вот. Поэтому в моем случае, когда есть работа, когда есть интересная работа, когда окружают цветы, по-моему, лето в душе будет постоянно. Спасибо. Наташа, я хотела слышать, чтобы обратить внимание, да, вот на то, как наши гости, да, собирают этот букет, да. Вот посмотри, насколько… Как она наклоняет голову, я обратила внимание. Посмотри, насколько это все красиво, правда? Необыкновенно красиво. Спасибо. Мы заканчиваем уже, я так понимаю, да? Ну, почти, да. У нас почти готов букет. Дорогие друзья, напоминаю, что такой букет украсит не только ваш дом, не только вашу дачу, но и прекрасно подойдет для первого сентября. Будет прекрасным, замечательным букетом для учителя. Мне кажется, если вы вместе с ребенком соберете дома такой букет, для этого достаточно просто цветы, которые, в принципе, можно сегодня или где-то нарвать, или где-то привезти с дачи, или купить. Они недорогие и очень-очень простые. Это цветы августа. Вот. Какой-то каркас, который можно соорудить. Даже если нет каркаса, извините, что перебиваю, можно воспользоваться обычной травкой. Самшито нарвать где-то какого-то лохматенького, золотарника. Всего можно использовать. Вот все, что в голову придет. Вот. Ведь тоже мы же пользуемся всеми этими травками, собираем и так далее. А вот очень интересно, как ты будешь это завязывать. Дай-ка я тебе помогу и заодно поучаствую. Я сначала закреплю обычной черновой ленточкой, а потом я тебе доверю, Наташа. Я очень хочу. Сделать. Поучаствовать в этом букете. Да, обмотать вот это место связочки. Ну и все, и всего лишь ленточка. В принципе, то, что есть у каждого в доме. Ну, ленточку, если уже даже нет, можно веревочку. Давай, я тебе помогаю, а ты мне. Веревочку какую-то использовать, ну, какую-то бечевочку. В конце концов, ну, можно ниточкой перевязать, какой-нибудь яркой. Самое главное, сделать это с кем-нибудь, наверное. Все, можно завязывать бантик. И завязываем просто красивый бантик. Наталья, кому мы подарим сегодня этот букет? Может быть, нашей распрекрасной Людмиле, которая сегодня... Я думаю, что можно. ...давала нам такие чудесные советы. С пожеланием изобилия, Людмила. Я только подрежу. Подрежу ножки немножко. Полетело все. Дорогие друзья, вы знаете, если в эти летние деньки вам грустно или скучно, вот окружите себя такими вот цветущими летними растениями. Если вдруг это не помогает, послушайте музыку. Кстати говоря, лето навсегда. Так утверждает Вячеслав Корса. Можно подарить. Конечно. Люда, держите. Спасибо. Спасибо. Боже, ерды как-то. Когда последний лист с календаря слетает И снег лежит, и он до марта не растает И птиц последних, заблудившиеся стая, уже растаяла вдали Моя рука руки твоей слегка коснется Все, что ушло, к нам обязательно вернется Июньским ливнем и потом июльским солнцем И август жажду утолит Знаешь, не стоит верить в пустое Счастье простое с кубиком льда Вот вам ответы Вечное лето В каждом мгновении И навсегда Когда в февраль ворчать устанет и морозы Нам перестанут посылать свои угрозы Июн и март, пускай с характером стервозным Капелью в окна зазвенит Твоя рука мою все так же крепко держит И мы живем с тобой единственной надеждой О том, что лето, как и прежде, неизбежно И нас никто не разлучит Знаешь, не стоит верить в пустое Счастье простое с кубиком льда Вот вам ответы Вечное лето В каждом мгновении И навсегда Моя рука Руки твоей слегка коснется Все, что ушло К нам обязательно вернется Июньским ливнем И затем июньским солнцем И август жажду утолить Знаешь, не стоит Верить в пустое Счастье простое С кубиком льда Вот вам ответы Вечное лето В каждом мгновении И навсегда В каждом мгновении Дорогие друзья Лето навсегда Утверждает не только Вячеслав Корса Ну и программа Добрый вечер, Гомель Мы прощаемся с вами До новых встреч В прямом эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому